Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы будем анализировать с точки зрения технических параметров яхту Halberg Rassi 42F Mark II. Буква F означает, что дизайнером этой модели является Hermann Frers. Годы выпуска 1994-2001. И вначале краткая история яхтенной верфи Halberg Rassi. История компании началась с Гарри Халберга еще в 1943 году. Гарри Халберг, живший между 1914 и 1997 годами, начал свою карьеру судостроителя в возрасте 14 лет, конструируя лодки из дерева. В 1943 году он открыл свой собственный двор в Кунгвиксвене на острове Оруст в Швеции. То, что сегодня называется Halberg Rassi, изначально было двумя дворами, а лодки были деревянными, и строились они по большей части по наитию. Чертежей как таковых не существовало. В 1963 году Гарри Халберг был одним из пионеров серийного производства яхт из стеклопластика. Он был первым успешным производителем серийных корпусов из стеклопластика. Кристоф Расси родился в 1934 году и вырос в Баварии на юге Германии у озера Штарнбергер-Зе. В молодости он в свободное время строил модели лодок, а также настоящие лодки. В 1960 году Кристоф уехал в Швецию. Он считал, что Швеция большая страна с большим количеством воды и непременно там строят большие и хорошие лодки. Днем он строил лодки на одной из верфей, а в свободное время строил лодки для себя. Он участвовал в регатах на своих лодках, выигрывал и продавал их с прибылью. Вскоре Кристоф Расси захотел работать самостоятельно. По счастливой случайности это совпало со сменой помещения ведущего судостроителя Гарри Халберга. В средине 60-х двор в Кунвик-Свене стал слишком маленьким для господина Халберга, и он построил новое здание в Элесе в 10 километрах к юго-западу на острове Оруст. Так волей судеб один и тот же большой сарай стал стартовой площадкой для бизнеса Гарри Халберга, а затем и Кристофера Расси. Удивительно то, что Гарри Халберг и Кристофер Расси никогда не работали вместе как партнеры, и никогда партнерами не были. Гарри Халберг и Кристоф Расси были конкурентами с 1965 по 1972 год. В 1972 году Гарри Халберг ушел на пенсию. И снова вмешалась судьба. Кристоф Расси искал помещение большего размера. В 1972 году верфь Расси в Кунвикстене приобрела верфь Гарри Халберга в Елесе. Поскольку бренд Халберг был безусловно самым известным с его четырьмя дизайнами, а на верфи Расси был только Расмус, новая компания получила название Халберг Расси. Однако Гарри Халберг и Кристофер Расси никогда не были партнерами. Первой новой конструкцией под названием Халберг Расси была Монсум-31, которая была создана в 1973 году и спущена на воду в 1974. Лодка оказалась очень успешной и до 1982 года было построено 904 лодки. Это наибольшее количество построенных единиц из всех типов верфи. Далее последовал Халберг Расси 41. Он быстро стал законодателем моды. Это была первая лодка, у которой был свободный проход от носа до кормы под палубой на одном уровне. Основной принцип компоновки, хотя и значительно улучшенный, используется и по сей день. Халберг Расси 38, спроектированный в 1976-77 году, также была законодателем мод с той же концепцией интерьера, но с более высоким надводным бортом и была первой лодкой с характерной синей полосой вокруг корпуса. Халберг Расси 352 1977-78 годов имел значительный успех в продажах. Их было построено более 800 штук до 1989 года. Это был первый раз, когда конструктору удалось реализовать в 35-футовой лодке свободный проход от носа до кормы под палубой. Халберг Расси 352 предлагал характеристики большой лодки по умеренной цене. Построена в 1982 году яхта Халберг Расси 49 со своим 15-метровым корпусом стала впечатляющим флагманом шведской судостроительной промышленности того времени. Халберг Расси 382 появился в 1984 году и был последним проектом Оле Эндерляйна и последней моделью с келем, отформированным вместе с корпусом. Таким образом, эта модель стала концом эпохи. С 1984 по 1992 год было построено 120 лодок. В 1985 году два кресла были встроены в салон яхты Халберг Расси 49. Такого раньше на яхте не делал никто. Сейчас можно найти аналогичное решение на лодках, построенных верфями по всему миру. Уже в 1987 году компания Халберг Расси приобрела свой первый компьютеризированный деревообрабатывающий станок фрезерный станок с ЧПУ, начав движение в сторону производства с минимальным количеством отходов и максимальным качеством производства. В 1988 году компания Халберг Расси начала успешное сотрудничество с самым талантливым дизайнером яхт нашего времени Херманом Фрерсом из Аргентины. Фрерс также известен своими проектами супер-яхт, как и рисованием круизных яхт с элегантными линиями. Фрерс происходит из семьи судостроителей. Херман Фрерс сделал 25 дизайнов для Халберг Расси, в том числе и новую модель 2021 года – Халберг Расси 50. На данный момент Халберг Расси построила 9400 яхт, из которых Фрерс проектировала 3500. И по сей день компания Халберг Расси остается верна концепции прочного судна, хорошо защищенных кокпитов, высокой выносливости и хороших ходовых качеств с высокой степенью комфорта. Лодки удобны в управлении небольшой командой. Это обеспечивает легкое и комфортное плавание. Как обычно, напоминаю, что на канале «Идеальный круизер» мы анализируем модели яхт, сравнивая их с математической моделью идеального круизера Джона Холтропа. Это дает нам возможность, опираясь на цифры, оценивать рассматриваемые модели яхт с точки зрения конструкторского замысла и сферы оптимального их использования. Джон Холтроп, морской инженер и конструктор, на основании анализа более 400 проектов известных яхтенных конструкторов составил так называемый эталонный проект крейсерской яхты. Общепризнано, что яхты Вильфи Халберг-Краси являются одними из самых лучших. Их еще называют Роллс-Ройсами в мире яхт. Ну что же, посмотрим, так ли хороша эта яхта по техническим параметрам. Итак, Халберг-Краси 42F Mark II. Году выпуска с 1994 по 2001. С 1990 по 2001 годы была построена 181 лодка Халберг-Краси 42F. Из них Халберг-Краси 42F Mark I 53 единицы и 42F Mark II 128 единиц. Mark I покороче, чем Mark II, примерно на 1 фут. Мы будем рассматривать Mark II. Материал корпуса и палубы – ламинированный стеклопластик. Тип парусного вооружения – шлюп. Тип келя – Leaden Deep Bilge. Дизайн – Hermann Frears. Длина корпуса максимальная – 43,37 фута. Длина корпуса по КВЛ – 33,96 фута. Ширина корпуса максимальная – 12,96 фута. Осадка – 6,56 фута. Водоизмещение – 27,558 фунтов. Площадь парусности – 958 квадратных футов. Посмотрим, что на индикаторе. Зеленая зона – это значения, соответствующие значениям для идеального круизера. Левый зеленый флаг – минимальное значение эталона. Правый зеленый флаг – максимальное значение эталона. Прогресс отображает значение показателя на индикаторе. Цифра справа – значение показателя. Первый расчетный показатель – фактор энерговооруженности. Чем легче судно и чем больше площадь парусности, тем выше этот показатель. Для Халберг-Расси 42F значение равно 16,87 и располагается в зоне значений идеального круизера. Уверенный плюс за условный комфорт. Следующий показатель – фактор водоизмещения. По своей сути показывает отношение водоизмещения к длине яхты с учетом коэффициентов. Значение 314,12 располагается в зеленой зоне. Фактор комфортности. Чем больше значение этого показателя, тем мягче и комфортнее лодка движется в море. Для Халберг-Расси 42F значение этого показателя равно 38,19. И это значение попадает в зону эталона. Риск опрокидывания. Эмпирический показатель, введенный Яхтенным гоночным союзом США. Исследования были субсидированы Обществом морских инженеров СНАИМ. Исследование пришло к заключению, что статическая остойчивость оказалась относительно неважной в прогнозе опрокидывания при динамических воздействиях. Ширина корпуса и вес оказались намного более важными факторами. Широкие лодки обеспечивают волнам большее плечо рычага для раскачивания. А чтобы опрокинуть легкую лодку, нужно затратить меньше усилий. В соответствии с формулой, считаются непригодными лодки с широким корпусом. Из-за их пониженной способности к выпрямлению после переворота. И лодки с малым весом из-за их резкой реакции на большие волны. Низкий момент инерции. Так как обе эти характеристики очень важны в сильный шторм. В нашем случае значение равно 1,66. Что характеризует эту лодку, как прекрасно сбалансированную с точки зрения данного фактора. Плюс в зеленую зону. Фактор балласта. Это один из показателей остойчивости. Рассчитывается как отношение веса балласта к водоизмещению. Значение 0,38 попадает в диапазон эталона. Стройность корпуса. Характеризует относительную ширину корпуса. Рассчитывается как отношение максимальной длины корпуса к его ширине. Для крейсеров более характерны умеренно стройные корпуса. Эталонный показатель равен 3,4. Для Халберг-Краси 42F Mark II этот показатель равен 3,35 и снова попадает в зону зеленых значений. Скорость корпуса. Расчетная скорость корпуса для водоизмещающего судна зависит от длины корпуса по ватерлинии. Обычно определяется как максимальная скорость, развиваемая водоизмещающим судном при разумной мощности 2-3 лошадиные силы на тонну. В нашем случае она равна 7,81 узла, что выше чем у идеального круизера, плюс в сторону условного драйва. Фактор скорости. Для лодок со значительной парусностью и небольшим водоизмещением фактор скорости больше единицы. Для имеющих недостаточную площадь парусов или излишне тяжелых лодок он меньше единицы. Для халверкраси 42F значение равно 1,07 и точно попадает в диапазон эталона. Момент инерции. Чем выше значение момента инерции, тем выше сопротивление раскачивающим усилиям. Значение 1,561,577,81 фунта умноженное на фут в квадрате – это хорошее значение для круизной яхты. Плюс к условному комфорту. Период бортовой качки. Чем устойчивее судно, тем меньше у него период бортовой качки. Лодки с периодом меньше 4 секунд считаются чрезмерно устойчивыми, а с периодом больше 8 – валкими. Для халверкраси 42F период равен 4,28 секунды и располагается в зоне комфортных значений. Показатель устойчивости. Эмпирический показатель, описывающий влияние периода бортовой качки и ширины корпуса на устойчивость. Остойчивыми считаются лодки со значением до 1 единицы, валкими – со значением более 1,5 единиц. Значение 1,08 говорит о сбалансированности яхты, плюс к условному комфорту. Ускорение бортовой качки. Значение. До 0,06 единиц – это значение, практически не оказывающее влияния на человека. Свыше 0,06 единиц считается нежелательным для крейсерских яхт. При значениях более 1,10 единиц начинается недомогание. Уровень свыше 0,18 единиц считается недопустимым. Для Халберг-Расси 42F значение ускорения бортовой качки равно 0,06 единиц. Это хорошее значение и находится в зоне значений, не оказывающих влияния на человека. Подведем итог по Халберг-Расси 42F Mark II 1994-2001 годов выпуска. Рейтинг идеального круизера для Халберг-Расси 42F Mark II по набранным баллам – 9,89. Так вот ты какой Халберг-Расси! Друзья, мы видим, что все показатели лежат в зеленой зоне эталона, за исключением скорости корпуса, что, на мой взгляд, нисколько не портит картину. А как же прав был Джон Холтроп? Вы только посмотрите на это. Идеал, воплощенный в пластике и металле. Насколько точно параметры яхты совпали с эталоном? Несомненно, друзья, перед нами идеальный круизер. В ТОП-10 рейтингах Халберг-Расси 42F Mark II заслуженно занимает первое место. В следующих выпусках мы продолжим поиск интересных лодок. И, как говорится, не Халбергом единым. Нас еще ждет много интересных находок и открытий. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк. Если вас интересует какая-то лодка, напишите в комментариях, и я подготовлю выпуск по интересующей вас модели. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале Идеальный Круизер.